Опа! Что это? Значит, я начну с следующего. Смотрите, вот пусть у нас M это компактные Компактная бродовольная пискает. И я хочу изучить следующий вопрос. Когда вообще его можно вложить, погрузить и так далее в его пространство? Давайте мы начнем с такой простой конструкции. Докрутие это следующее. Я возьму его покрытие. Так как оно конечное, т.е. так как на Гавайи компактное, я буду считать, что оно конечное. А с другой стороны, я буду считать, что эти открытые множества у меня дефиоморфные РН. А дальше я могу сделать вот такую штуку. Вот смотрите. Вот у меня же, значит, вы, значит, понимаете, значит, если у меня есть, вот, если у меня будет РН, значит, сфера СССР, значит, РН будет один, значит, я здесь могу делать теоретическую проекцию. Поэтому, значит, я могу считать, что у меня, значит, отображается у меня, значит, в РН, значит, в СССР без одной точки. Ну, это самая обычная симфрика. А давайте я допустим, вот такое вот отображение, значит, это будет отображение Фиатра. Значит, оно у меня отображает N, вот, эту самую сферу FN, которая внутри RN2-1. Отображает оно и вот так, что значит, если у меня вот фи на у альфа, это у меня, вот это самое отображение, что у меня здесь должно быть все альфа. Значит, фи на у альфа, все будет просто все альфа. Значит, афи на, то есть, афи дополнение у альфа отображает, ну, не просто вот эту самую строчку северную путь. Значит, вот это отображение, ну, вот так, оно кажется таким страшным, но на самом деле это не так. Давайте мы рассмотрим такой пример. Вот у меня есть R, а вот у меня R+, да, вот, вот, маневая у альфа. Да, ну, поэтому я здесь 0, и вот, вот, у меня R+, да. То есть, вот, что у меня есть, вот, у меня здесь, вот такое отображение, вот, логарифм, да, значит, вот, он у меня на эту самую всю, он у меня вот этот самый вот полуотрезок, значит, вот, полупрямую, значит, отправит у меня на существенную ось. Так. А дальше, значит, я ее закручу вокруг, да, значит, кроме комиссионного полюса. А теперь давайте смотреть, что у меня, что у меня будет, если я определю вот это, там, это отображение F, вот, вот, она у меня всю вот эту вот часть, она мне отправит ее в N, да, давайте мы посмотрим, что здесь будет, ну, вот, как мы с непрерывностью. Значит, если я иду в эту сторону, я, значит, движусь куда-то там, вот сюда, значит, все нормально. А то вот если я движусь в эту сторону, ну, смотрите, значит, я здесь буду унижать минус бесконечность, соответственно, да, значит, здесь я буду стремиться вот к этой вот точке, и, значит, у меня здесь, на самом деле, все очень хорошо стремится. Не, ну, вот только странно, что движение направлено очень. Ну? Движение направлено, если мы не всегда, ну, нахрустность, а то вы разговариваете. Ну, как? Нет, нет, нет. Вам важно, потому что вот в этой точке никого разрыва нет. Не важно, да? Ну, обратно это даже не как разрыв. Нет, а вот этого не просто нет. Нахрустность, да? Нахрустность, да. Вот этого, смотрите, вы можете убедиться в том, что на самом деле это направление вполне гладкое. То есть, у нас гладкое, и в атаке его слабое. То есть, у вас... То есть, у вас... То есть, у вас, ну, тем, что... Гладкое ли оно, значит, сейчас метод надо подкрутить на какой-нибудь дефиромашный, наверное, сейчас. Ну, должен серьёзочку править, собственно. Ну да, а будет просто ремокомпозиция. Ну, вот видите, я не хочу сказать именно технические детали, то, ну смотрите, я уверен, что если мы, может быть, здесь делаем некоторых дефеоморфизм этой прямой, что потом здесь оно будет гладким. Обсудить это, да. То есть теоретическая проекция? Это деталь. Может быть, не хватит теоретической проекции. Может быть, там с производными как-то, может быть, надо как-то там заглазить ещё. Но главное, что вот такое распространение гладкое, его можно... Да. А дальше здесь будет вот такая штука. Давайте я посмотрю вот такое вот отображение Си, которое будет у меня, значит, с нейтралом. Вот это. А-а-а-а... Ой! У меня здесь нетробедал. Потому что у меня есть N число элементов покрытия и N, которое разносится в многообразии. Давайте я, для того чтобы число элементов покрытия случилось пока только один раз, я его переделаю. Пусть это будет K. Я отправлю здесь, если это делал, K на N плюс 1. В этом время будет встроено, то есть, Φ от X, то есть, это будет фестивальная гладкость F1, а потомность Φ от X. Значит, что нужно заметить? Нужно увидеть, что у меня дифференциал с точкой X от Φ не вырожден. Значит, если у меня точка сидит внутри УАЦ, то у меня, естественно, здесь это будет такой вот там локальный дифференциал. Значит, а тогда это значит, что у меня... Так. А то это значит у меня, что ранг дифференциалов точки X, значит, для любого X будет равен равен равенности N. Так как, значит, существует такое альфа, что X лежит у альфа. То есть, в чем значит дело, у вас X лежит в каком-то там у альфа, поэтому у вас даже вот у кусочка, отвечающего все альфа, равен, уже будет равменный дифференциал. Ну, значит, дальше он у вас не упадет. Вот. Поэтому, значит, у вас вот это самое FI, это у вас есть погружение. FI погружение, значит, R в какой-то там большой размерности. Вот. То есть, у вас вот всегда можно компактно на галазе без скай погрузить в, если бы был программ, то какой-то очень большой размерности. Значит, нам вот хочется понять, можно ли сделать эту размерность какой-нибудь такой маленькой. То есть, ответ на это дело нам дает тело. Ну, сейчас я ее сформулирую, а потом мы начнем долгий тягосный путь. Значит, и галазе без скай. Значит, и галазе без скай. Значит, и галазе без скай. Галазе без скай. Значит, и галазе без скай. Значит, и галазе без скай. Получите много, поэте без скай. Значит, это distance. И у вас, например, как бы выложить нейстрые гормянности. Значит, ну, эти гормянности если я не знал, то плохо лучше я даст . Смотрите, как по интуитивному это понять уже из жизни кривых. Вот, допустим, если у вас есть, допустим, вот, окружность заузрения тресником, вы можете погрузить в то, если там будут точки пересечения, или это будет погружение. Поэтому, значит, для погружения здесь два, а вот положить можно только в институт. Значит, ну это намекает на то, что, в общем случае, здесь будет размерность 2n плюс 1. То есть, так доказано теорема увидения. Оно доказано следующим образом, что вот мы научились вкладывать в пространство какой-то очень большой разъемности, а дальше мы будем делать следующее. Мы будем брать какую-нибудь гиперплостность и на нее проецировать. Значит, весь вопрос заключается в том, что вот вы, когда вы делаете эти проецирования, вот скользко, вот до какой-то разъемности вы можете делать это так, что у вас это будет погружение или влажение, а вот дальше вы не сможете выискать такой гиперплост, что проекция на нее будет особенно хорошо. А чтобы разобраться, когда это можно делать, когда нельзя, нам нужна лем массажер и запуссующая галка. Давайте сделаем такой гиперплост. Вот у меня есть F отображение F. То есть, как я буду говорить, что точка X и M критическая, критическая точка отображения F. Значит, если размерность дифференциала в этой точке меньше, чем размерность F. то есть, например, если вы, допустим, что-то маломерное отправляете в что-то многомерное, то у вас любая точка критическая. Это не страшно, это так и должно быть. А дальше, значит, точка X, N называется критическим значением, Везде существует критическая точка X, X, N, такая особенность только X, равно Y. Это значит, что среди правового родственника у вас есть хотя бы одна критическая точка. Вот, значит, теперь есть Лемма Садда. Теорема Садда, Лемма, Лемма, Лемма. Лемма Садда, значит, эта Лемма, она получается просто, что у вас, значит, физические значения имеют меру N. Сейчас, а что это значит? Как мы меру определяем на N? Ну, это очень просто. N у вас это вазальное R. Так? Поэтому достаточно отметить это так, что у вас R. это значит, что вы можете в каждой карте пересечение этого множества с картой покрыть не более чем счетным количеством этих самых параллелепипедов, таких, что их суммарный объем меньше, чем Эпсил. И я этому выделил в каждой карте. Да. По определению. А, только согласованности. Ну, вот в чем, вот в чем все дело. Мы же предполагаем, что у многообразия всегда есть счетная база топологии. Так, в силу этого, как бы, этих пересечений с открытыми картами можно считать не больше, чем счетно. Можете брать, так сказать, маленьких карт, вот эти самые множества там из вас топологии. Можете брать, так сказать. Значит, давайте, значит, мы это дело сейчас докажем. Значит, давайте мы заметим следующее тогда штуку. Ввиду того, что это дело такое локальное, на самом деле, потому что мера моря... Да, а вообще все знают, что мера моря, а то мы так тут перед собой устроили. Все знают, да? Да. Ну, это то же самое, да? Значит, смотрите. Значит, достаточно это доказать для отоправления из РН в РН. Значит, достаточно доказать. Ну, потому что у вас все покрывается картами, и карт можно считать не больше, чем счетное количество, да? Значит, если вы для переключения множества критических точек с каждой картой докажете, что оно носится в меру ноль, то задайте, что это вообще в меру ноль. Да, значит, самое такое. Вот. Значит, так как если у вас М, оно покрыто между картами какими-то сам у Альфа, а М, оно покрыто какими-то картами В В Альфа, значит... У нас, значит, это не более, чем счетное. Не более, чем счетное. Да, значит, мы здесь смотрим на вот такую вещь. Мы пересекаем С с каким-то там у Альфа, ищем образ, и пересекаем с существом в Эфт-Беша, да? То есть, если каждая из таких штук имеет мир ноль, то их объединение это будет ровно-таки Эфт-Ц. Так. То есть, самое важное, что объединение между вот этого Альфа и Бета, это будет просто, например, Эфт-Ц. Значит, А объединение, значит, не более, чем счетное. Сейчас, можно еще раз вопрос? Вы скажете, что для любой карты... Ну, мы хотим, чтобы мир ноль, множество мир ноли, полагалось тем сроком, что это верно для любой карты, так? А я делаю это для конкретных какого-то данного Атласа или для какой-то там? Ну, вы видите, какую-нибудь карту? От любого Атласа ничего не зависит. Вот. Правда ли? Правда ли? Да, конечно. Не, ну, я проверил это с 8 для всех, там, для клуб на блокад. Мне еще, типа, Континум их подогнали и скажут, да, почему для них верно. А нам не нужен Континум, мы же там можем выбрать счет на какую-то пара... Да, и на этом счет на наборе все будет хорошо, если... Да. А почему на остальных-то хорошо будет? Мы вообще не хотим выяснить. А на остальных-то будет хорошо, потому что диссермартисты и он просто вменный блок переводит у нас к номеру 0. Вот она единится. Окей. Вот. Значит, давайте мы тогда увидим это дело, значит, делать... Значит, здесь нам нужна индукция. Значит... Давайте здесь скажем индукция. по M. Значит, если у нас M равно U, то тогда это верно, как ни странно. на шесточки фиртуология. А я... Значит, что я это дело сделаю? А... Значит, тогда сделаю такую, что... Пусть у меня C. Подносим минусы периодических точек. Да, то есть я уже рассматриваю вот это выяснение. То есть у нас M, R и R. И вот M. Значит, вот множество фиртуологических точек. Это у нас M, R и R, в которых, в которых, значит, все производные, значит, от компонент S и T, значит, порядка... Ой... Тихо... В каждых... Порядка меньше равно U. Равнее. Значит, ну... Смотрите, значит, у нас тогда... Вот как соотносится C и C1? Значит, тут у вас... Ээээ... Нам нужно смотреть на... Ээээ... Эээ... Ранг... для КПА. Да, значит, если у него какое-то вырождение, это значит, что в нем какие-то производные обращаются в нужны. Парк, можно так поставить вопрос? А... Там написано, что все производные маленького порядка равны другу. То есть... Порядка меньше равно U. То есть... То есть C1 — это там люди производные первого порядка обращаются в нужны. C2 — там люди производные первого и второго порядка. Ну, конечно, если у нас первого порядка обращаются в нужны, то тогда все производные обращаются в нужны. Ну, как? Как? А... Да, извините. Нет, это множество точек, в которых... Понимаете? Вот у меня есть вот точка... В чем больше U, там просто будет такая-то точка, которая у меня остается. Это понятно. Это понятно, что у меня в C1 вложено C2, вложено C3 и так далее. Важно, это понятно, что C1 вложено в C. Парк. Ну, почему? Потому что если у меня все производные обращаются в ноль, то тогда у меня МАКС и ЕКУПЛИН просто надевают, значит, что это очень критическое тоже. Так вот. Вот. Значит, у меня вот есть вот такое естественное вложение. Важно, почему я не первого вложено? Ну, что такое C1? Это значит, что у вас все частные производные первого порядка обращаются в ноль. Это значит, что МАКС и ЕКУПЛИН у вас просто ноль. МАКС и ЕКУПЛИН – это есть дифференциал, так? Это значит, что у вас дифференциал равен к ноль. Ноль меньше, чем F. Угу. Про само значение ничего не говорим? Что? То есть на C-каты в первое, второе икаты в ноль обращаются, а само значение тоже ноль или как? Не-не-не-не-не-не. Само значение, оно определяет там точку в какую-то точку, нет. Так, единственное, что, когда у вас размерность равна 1, тогда у вас матрица ЕКУПЛИН совпадает с единственным прививком. Вот когда у вас n равно 1, тогда у вас C равно C1. А вообще, ну, там, они отличаются еще чуть-чуть. Значит, теперь, что мы хотим делать? Значит, теперь я хочу доказывать несколькие церкви. Значит, 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 вот значение, да? А, значит, давайте мы, значит, включим, это как, то есть, как, то есть, вот у меня, значит, C, вот у меня, вот это у меня C1, вот это у меня C2 и так далее. Вот, что я хочу сделать? Я докажусь, что у меня вот это отправляется 0, потом вот это отправляется 0 и так далее. А потом я, ну, не 0, а потом я докажу, что для какого-то К, вот образ какого-то там цикатого, здесь целиком не мерный. Ну, значит, ну, давайте мы посмотрим, значит, на C1. Значит, значит, что это значит? Это значит, что у меня точка критическая, но там есть хотя бы одна производная первого порядка, которая не обращается в 0. А, значит, я могу без ограничений общности считать целыми. Что это значит? Что это значит? Что это значит? В том числе, я буду. Тогда я хочу сделать такой трюк, значит, такой трюк, значит, что у меня происходит. То есть, в фильме сейчас на жире, вот я не спрашиваю, пожалуйста. Ну, ладно, так, внец, 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 ну, как раз, производная небольшая созонность. Значит, ну, давайте посмотрим, что здесь какое-то там К или какое-то тут, значит, скажу, что точно нужно считать, что у меня К равно К равно К равно 1, это не важно. Ну, на самом деле, там еще раз же будет перейти. Ну? Пально. Ну, тренируйте координатность. Значит, а что нужно сделать? Ну, построить такое вот отображение. То есть, у меня будет отображение А, значит, оно будет, значит, как Х1. Сейчас. Мне это нужно где-то А вот. Из РН в РН. Значит, он не окушает Х1. Ну, а устроено оно будет так. То есть, соответственно, я, значит, получаю Х1 от Х1 и так далее Х1. Значит, давайте мы заметим, что ввиду того, что это у меня не 0, то в ответственности с точки Х1 это будет дефирморфизм. Дефирморфизм в пакетности точки Х1. А теперь я хочу сделать следующее. Значит, вот у меня есть... Значит, вот у меня есть мое исходное ГРН, да? Это, значит, у меня Т, вот это у меня А. Вот это, ну, вот это... Да, ну, естественно, что все эти сутки, они там оповенны на каких-то открытых областях, да? Везде это не самое важное. Важное, что я хочу взять и досмотреть здесь вот отображение, которое, значит, Х1 на Х1. Да, мне сказать, что я 1 выложил. Вот смотрите, вот у меня вот здесь вот первая координата, которая здесь, да, она вот... Вот что перебет у меня здесь? А она просто сохранится. Потому что у меня важно здесь вот первая компонента, это я фагин от этого дела. Не важно это я фагин от этого дела. Значит, если я буду делать так, у меня эта штука здесь перебет просто... 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 просто будет сюда. Давайте мы уже уйдем Т, да? А здесь, конечно, будем применять его. У меня X3. То есть результат у меня будет такой. У меня здесь снова будет Т. А вот дальше, значит, у меня там будет F2, значит, от... значит, там... Укс 1, бла-бла-бла и Х1. И так далее. Укс 1, Х1, Х1. Значит, где у меня еще Х1. Здесь будет там выложено как H и минус 1, значит, от Т, там, Х1, да? Главное, что здесь вот эта моя первая штука у меня сохраняется. Так ведь? Теперь смотрите. Вот это у меня дифиоморфизм. Так ведь? Вот это А. Поэтому у меня вот образ Х здесь будет критической точкой для вот этого отображения. Ну почему? Ну потому что дифференциал точки H от X от G, это что такое значит? Это у меня будет дифференциал от H обратного с точки H от X, значит, на дифференциал от F с точки X, так? Это у меня, значит, дифференциал, так? Это у меня, значит, идиаеморфизм. Так? Поэтому, значит, здесь у меня у этого равен, поэтому равен у этого равен раму у этого. Так? Здесь есть точка киотическое, а здесь есть нябл. Значит, X критическое, значит, зависит от того, что H в X. Значит, критическое это штука U, значит, H от X критическое U. Можно просто представить, что X штриха H минус 1, это вот для перегранкингсом большие единицы. Так, мы по какую строчку говорим? X штриха H минус 1, это 1, X, N. Правильно прочитал? Ну, да, не совсем правильно. А первая компонентация этой штуки. А, понятно. А вторая, как и остальные они просто одинаковые. Ну, а остальные они как были здесь, так они и есть. А, то есть там не стихов. Не стихов, это же 1. Нет, не стих, это вообще 1. А-а-а. Это 1. Зачем? Вот. Теперь смотрите, что я сделаю. Вот я здесь сделаю такую штуку. Вот как у меня вообще, значит, стихов на G. Оно сохраняет у меня первую ценную компонентку. Поэтому давайте я введу такое вот от выражения. G суть истанция, а суть 2, 2, 2, 2, 2, значит ист N. Это у меня будет просто, значит, G от C, и так далее не C. Да. Зачем я это делаю? Я делаю это вот почему. Я говорю, давайте я посмотрю для отсутствия. Как будто T здесь, это парамет. Ну вот как у него встроен лекобиан G. А он у него встроен асфальт. У него действует лекобиан G. Нет, не лекобиан G. Да. А дальше происходит такая штука. Здесь кто-то так даже не знает, здесь ной, а здесь лекобиан G. Значит, смотрите, у меня в силу этого ранг то есть, смотрите, у меня, у меня выглядит вот что. Вот у меня вот это вот G, это у меня отображение, значит, из R, M-1 в R, M-1, так. И смотрите, у меня эта самоточка h от x критическая для G, тогда это вот тогда, когда, соответственно, ее последние координаты критические для вот вот этой штуки. то есть, я вижу, что у меня H от x критическая для G, это то же самое, что... сейчас, значит, это надо липсить правильно. Это то же самое, что у меня, значит, x, два протоката х критическая для G, G, C, 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 там, C, равным, соответственно, F-1, так. А теперь смотрите, что у меня тогда происходит. Вот у меня есть вот эта ось, где у меня живет Т, а здесь у меня живет вот эта самая Rn-Ai. Вот у меня, где фиксированного Т, у меня, значит, вот здесь лежат эти самые множества. Смотрите, а у меня, значит, сейчас, как нам это... Значит, сейчас... А, можно вопрос? Вот вы сказали, что... Что же Т, это тоже Rn-1, Rn-1? Да. Почему Rn-1? Видимо, тут еще артерия мэра используется очень такое сделание. Сейчас, сейчас, сейчас... Да, потому что это не G, а это вот эта часть от G. Да, сейчас, надо подумать, как это написать. Смотрите, у меня вот A1 и вот это с помощью G отображаются в Т и ЖТ от вот этого. Так, сейчас, значит, это не G, а G композиция с проекцией на... Вот это бывает там, где живут X2 и так далее и Xt. Чей письмо, в первую карьеру... Ограничения просто. Ну, ну как, а не ограничения, мы просто... Ну, мы проекцировали вот в этой части, да? Да, да. А, теперь смотрите, значит, что нам важно, так, значит, что нам важно? Нам важно следующее, что у нас здесь равненность меньше, так? Да, да. Поэтому, естественно, можно просто в предположении индукции. То есть, по предположению индукции, значит, образ физических точек, то есть вот этого самого ЖТ имеет верну. А теперь надо понять как бы вот картину. Вот смотрите, вот у вас есть такой... Вот как вы там в холле учите, вот привод кавальери. Да, значит, как вы считаете объем тела? А вы смотрите на его сечение и потом интегрируете объем этих сечений, да? Так? По-научному создавайте термофубий. Что вы тоже понимаете, да? Значит, что у нас проекцикает здесь? Ну, что у вас вот это самое Rm, да? Оно условно так. Вот у вас здесь идет ось Т, а вот здесь вот это Rm-A1. Так? Rm. Это образ Ау. И вот здесь. Вот. Значит, смотрите, вот у вас в каждом сечении для фиксированного Т, у вас образ физических точек здесь, здесь, на вот этой прямой имеет меру 0. То есть, вы знаете, вот у вас вот здесь вот, вот это вот, значит, образ физических точек, то есть, ты имеет меру 0. А дальше вы, значит, что у вас, значит, у вас есть множество, да? Такое, что оно у вас, вот когда вы пересекаете его гиперплоскостью термо-термо константа, пересечение имеет у вас меру 0. Тогда само это множество имеет меру 0. Почему? Почему? Потому что это то, что называется переход от кратного интеграмма к повторному. Да, ну, у нас все будет хорошо голосовать, да? Хороший функций. Ну, не знаю, по крайней мере, я думаю, это с системой амфобини. Ну, почему? А хороший функций ни при чем. Главное... Нет, очень легко. Это вот, если у вас фубинин для интеграмма, она должна быть, ну, знаете, амфобинин для Легега. Нам достаточно иметь измеримость функций. Понимаете? А что у нас будет? Мы будем измерять вот здесь характеристическую функцию вот этого множества. Характеристическая функция этого множества, она измерима. Понимаете, да? Ну, вот. Не верю, да? И Легегом можно все увидеть, как всегда. Нет, ну, не выходит, у нас здесь мера 0 именно Легеговская. А вы, да, параллелепид, или, по-какому можно сказать, что и по-какому тоже можно сказать? Ни-ни-ни-ни-ни. Ладно, не то что параллелепиды были, не то, аaba %. А потому что я разрешаю брать счетное количество параллелепиды. Значит, вот поэтому, значит, у нас вот это самое R от C имеет мир и ноль. И в тюрьме в тюрьме в тюрьме. Ну вот. Дальше мы эту форманку будем дать. Мы рассматриваем теперь от C-катова без C-катус-7. Ну, это, ну, для этого. Как же там получилось то, что на риме мера ноль? Ну, о чем дело получилось? У вас G-T, если все равно у вас T, это отображение R, R-1. А мы докажем по индукции, по M, по разъемной эксплуатации, куда мы там движемся. А где мы пользовались тем, что у нас вот G-T без T1 было? Тем, когда мы строили отображение H. Чтобы построить H, мы брали в качестве первой компоненты ту функцию, у которой производная не обращается мной. Смотрите, здесь точно то же самое. Потому что вот у вас, значит, если точка лежит у вас здесь, да, это значит, что есть какая-то такая производная степень K, что у нее производная степень, что у нее есть производная еще по какой-то переменной не обращающейся мной. Да, значит, у вас есть какая-то там, значит, W, которая, то есть производная K-T, какой-то там F, какой-то I, D, X, G, D, X, G, K, значит, значит, а вот производная, W, D, X, G, D, X, R, не равно 0. Так вы тогда будете делать точно то же самое, только будете брать это положение H, где у вас, значит, первая компонента будет W, вот эта самая, а дальше у вас будет W, D, X, R, и так далее, X, R. И там более-менее то же самое у вас будет W, D, X, R, и так далее. Да, W, D, X, R, и так далее. Там изменения косметические, а вот критическая штука, где нам, ну, в смысле, да, слово «косметическое» не в местах, хотя вы не в критическом местах, а вот важная вещь, да, это вот доказательное следующее, что у нас существует такой «к», что у вас вот этот сам фикат имеет нервную. Ну, на самом деле, мы докажем, что для достаточно больших «к», вот эта штука, она имеет нервную. Значит, что здесь нужно делать? Сейчас нельзя просто показать, что пересечение всех «к» и «к» и «к» и «к» и «к» – это «с», «к» и «к». Ну да, просто в «середине», по-моему, что-то. Нет, не в общем дело, конечно, понимаете, как бы, но… Смотрите, понимаете, пересечение всех «к» и «к» и «к» и «к» не пусто. Ну да, ну там более-менее. Там вот лежат какие-то гнусные неаналитические функции. Знаете, есть же функции, у которых вот все производные ноль, значит, а вот они не ноль, они просто… Значит, что нужно сделать? Значит, нужно сделать следующее. Давайте я… Ну, кажется, вот эту точку будет. Значит, вот я возьму… Вот здесь у меня вот эта моя циката, а я здесь возьму, значит, точку, значит, и я возьму здесь некоторый, значит, параллеликибет, размерности «n», можно считать «ку». Да. Что мы будем делать дальше? Давайте я посмотрю, значит, как у меня… Да, как называли… Что? …прямую линию, ну, какую-то кривую, вместо какого-то, наверное, просто… Ну, мне хотелось показать, что у меня цикаты, ну, какое-то это не всё, а какое-то подножие. Ну, а тут тоже, может быть, подножие там, может… Почему-то, да. Значит, что я хочу сделать дальше? Я хочу взять и оценить вообще… Вот смотрите, значит… Что я хочу сделать? Давайте я посмотрю, насколько мне вообще может меняться значение функции на этом вот… Ну, вот этом вот… …пораллелики… Ну, на размере с какого мы взяли? Ну, у нас это подножение… Ну, по-моему, из «rm» в «rm». Да, значит, что у меня будет… Вот у меня, значит, здесь будет «rm», 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 «rm». А потом у меня будут вот… Там «chentler», «rm», 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 «rm». Они все будут нулевые, так? И потому что, соответствующих распроизводных нет. И у меня следующая поправка – это будет только… Вот это будет там оставшись членом, где у меня, порядок, будет же «k» плюс 1. Да, так? То есть я могу написать, что это, значит, там какое-то… значит, «o» большое, я могу написать, что у меня, значит, вот это… минус вот вот это… по модели у меня, значит, не больше, чем какая-то там альфа… Дальше давайте я буду считать, что у меня вот… сторона у этого клуба дельта. Да? Значит, не больше, чем альфа, значит, на дельта в степени «k» плюс 1. это значит, что у меня вот образ «f» от камня «n», так? он у меня имеет тогда… смотрите, значит, я хочу понять… мне нужно оценить объем вот этого куба, так? и сейчас, значит, мы поймем, как это нам сделать… я хочу сделать вот что, значит, вот у меня здесь… вот у меня здесь это «f» от «c», да? значит, вот у меня, значит, вот… «f» от «x»… я хочу… вот это у меня… какой-то… вот это у меня… от вот этого самого «n»… я хочу загнать его в некоторый… в некоторых кубах… вот я хочу сейчас суметь… оценить… я хочу слить… оценить… я хочу слить… оценить… это «e-b»… и я хочу слить… у меня «f»… в зиму… «f»… у меня… – да, надо быть… нужно… несколько… да, нужно быть… несколько более полцем... смотрите… здесь я… слушайте… давайте я буду здесь… собрать… а… у которого «пу» стороны… «зи…» Чтобы у меня тогда была вот такая формула. Тогда у меня, значит, сторона здесь будет не больше, чем вот такая штука. Так ведь? Нет, ну слушай, если у вас полстрона Д, то вот это диагноз. Да, да, да. Но смотрите, давайте я посмотрю теперь. Вот это у меня, грубо говоря, вот это у меня максимальная сторона, насколько у меня точка в образе этого куба может отойти здесь от точки Х. Так ведь? Это значит, что я могу взять этот самый iM, имеющий полстроны, равный вот такой штуке. Так ведь? То есть у меня f от, значит, iM лежит внутри какого-то iM, значит, с полустороной альфа ДК плюс 1. Да, и тогда теперь поймем, чему равна площадь этого дела. То есть объем. Да, тогда значит, этот самый объем, ну где-то, в частности, что он в rM от вот этого самого iM, будет у меня, значит, что такое? Значит, если это полусторона, да, то тогда, значит, у меня полная сторона будет 2 альфа ДК плюс 1. Ну вот, очень хорошо. Ну что я хочу сделать теперь? Ну все, посмотрим на эту прекрасную формулу. Прекрасно. А давайте теперь я сделаю измельчение некоторое, да, значит, вот я... Сейчас я сделаю измельчение. Сейчас я сделаю измельчение. Ага. Сейчас, сейчас я сделаю измельчение. Ну честно, меня не устраивает, потому что у меня в этой форме никак не участвует N. Я хочу сейчас делать еще что-то такое увлекательное, чтобы у меня N появилось. Я хочу этот изначальный куб как-то подразделять, по-другому еще раз. Давайте я теперь сделаю так. Вот смотрите, вот у меня эта константа альфа, она недоставлена для всего происходящего в этом кубе. Давайте я вот этот изначальный куб и N я развяжу каждую сторону на R частей. Если у нас маленький кубик не вылезает оттуда, то можно выбрать альф во сколько-то раз уменьшить, чтобы все было хорошо. Газный кубик не вылезает. Нужно оценка сверху. То есть пока мы продолжаем все внутри, ничего не используется. Я развяжу каждую сторону на R частей. Это значит, что у меня возникнет R в степени N кубов. Значит, у каждого из них самая полусторона разделится на R. Так, значит, С дельта штриха, я хочу равно дельта поделить на R. Не дельта, а дельта. Это было дельта, да? Тогда, значит, с малым объемом их образов. Да, меньше равен. Значит, с малым объемом образов будет это меньше равен чего? Значит, R в степени N, это их количество, на вот эту штуку, где я дельта заменяю на R. Значит, у нас 2M, а 2M, а здесь, где дельта в степени k плюс 1 на N поделить на R в степени k плюс 1... А, поделить на... А теперь я хочу посмотреть на то, какой у меня показатель, значит, при степени N. Значит, вот при N... Значит, R в какой степени? Значит, N минус k плюс 1 N. Значит, мне хочется, чтобы это дело стремилось к нулю, когда R стремится к нулю. А это происходит при каком условии? При условии, что у меня степень C положительная. Это значит, что у меня Fn и меньше чем k плюс 1 на N. Значит, k плюс 1... Сейчас, сейчас... Меньше чем N на Fn. Так, сейчас... Могу ли я... Сейчас, сейчас... Что-то мне нету. А вы же считаете? Могу ли? Мм? Сейчас, мы хотим выбирать самые маленькие изменьчения. Мне хочется показать, что при достаточно большом k, при достаточно большом k, вот в этом вот, у меня при значении вот эта суммарная штука будет стремиться в 0. А что, если я принес конечность, я не говорю, это количество... А! Всё, всё. Я тут... Тогда здесь меньше, тогда здесь, соответственно, будет больше. Тогда, соответственно, больше. Тогда у меня Fn достаточно больше чем N. Минус 1. Минус 1. Вот. Всё. Ура! То есть, значит, вы тогда будете просто его лезать, и образ суммарных всех тех кубиков будет с ростом уменьшаться. Поэтому его можно сделать, сколько бы он за мелкий. Ну и всё. Так, вот, вот эти девочки. Теперь, значит, как нам это помогает стеримой кубики? Значит, вот, значит, доказательство стеримой кубики. Значит, смотрите, вот, значит, ещё одна идея. Вот у меня M в оборудовании у нас какая-то большая размерность. Можно всё равно здесь болтать. Что я хочу сделать? Значит, я хочу... Вот у меня есть, значит, 0. Я буду брать разные прямые. Значит, эти прямые, значит, они, соответственно, будут у меня, благодаря Fn-1. Значит, эти прямые, они нужны у меня для перечисления остагональных гиперплоскостей. Я буду, значит, делать окстагональную проекцию на вот эту самую гиперплоскость. Значит, окстагональная, значит, проекция, значит, этого самого M, но и окстагональная. Значит... Можно вот такой вопрос осуществить? Это все-таки принадлежит? Да. Какая принадлежит? Значит, это погружение. Погружение, значит, если для любой точки X или M, если он стал в точке X, от этой проекции, значит, если его A к X, значит, в размерности F. Значит, простое гематическое сопровождение, оно говорит следующее. Вот смотрите, вот у вас при окстагональной проекции, у вас плоскость проектируется всегда на то рождение, кроме того случая, если прямая, только той, которая проектируется, принадлежит этой плоскости. Ну, это не данный вопрос. Значит, это эксплуатационная коноска у вас для любой X, значит, L непараллельно касательной плоскости к M с длинцами R. Это либо X? Да. Ну, от любого X. Вот если это выполнено, тогда это правда. Ну, еще раз. Ну, смотрите, вот если у вас касательная плоскость содержит прямую, которую вы проектируете, она при проекции, она теряет одну обменность, понимаете? А если у вас так вот на проекции... Нет, там можно показать, мне вроде хорошо проектируется. А, да, конечно. Ну, это проектируется на ортогональную плоскость. Да, да. Ну, это упреждение влияние реалов. Да. Просто понятно, что если есть правильность, то все плохо. Нет, окей, нет. Почему вы просто начинаете погружение, если... Ну, то есть, полярность двух утверждений очевидна. Почему само утверждение вверх? Вверх. Это же упреждение погружения. Нет, ну, надо еще и интенсивно жуткать туда движение, нет? Это вы не посетите своим расположением, это следующий этап нашей борьбы. Погружение может иметь и самое пересечение. Чего у вас не должно быть, это больше всего, понимаете? Вот мы, вот у вас, вот эта кривая здесь ярко. Если как-то так, а припроекцировании вот здесь вертикальная кривая, она проекцируется в атаку с кастом. Вот от этого мы хотим подключаться. Значит, что... 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 что-то этого нужно делать? Я думаю... Дай вопрос. А когда мы М... вот... М большое вложили, там было нагружение или погружение тоже? Это у нас было... Погружение. 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 Вроде бы было увлажение хищело. Хотя... сейчас... угн contains read . Давайте так, а это так было точно погружение, а что там... А что там с увлажением... Нам до этого до этого еще д moanzoeven нужно, да? Значит, что я хочу тогда делать? Смотрите, вот давайте я рассмотрю мёрзкво, так сказать. Просто о很- veio вспыкном системе. Значит, это может быть... m на rpn-1 таких, что у меня m принадлежит, или m параллельно, значит, касательно простости к m. Такой вот множество. Вопрос. Будет ли это множество под многообразием? А в ответ да, кажется, очень приятно. Если вы ведете там локальные координаты, тогда у вас это выпишется просто абсолютно ясным условием. Это будет линейное уравнение на a. Ну, сейчас, как это написать грамотно? Грамотно, этот вопрос будет вот в чем. Вы берете базис в касательных ветреных полях, локальные. Я не знаю, там, db, 1, db, xn, да, значит, это самое. Он будет порядок у вас параллелипипед какой-то там, да. И вам нужно будет безусловить это, что a лежит в лене на полочке этих самых штук. Так? Ну да, но только мы пользуемся тем, что все равно все вложены куда-то. А почему? Ну, окей, а... А да, 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 естественно. То есть мы их рассматриваем как какие-то там векторы параметра. Да, да, правда. Но условие того, что у вас... То есть это условие, это условие того, что у вас непоколеющая эта группа принадлежит в дневной оболочке этих векторов, да? То есть это будут у вас два условия. Значит, это у вас не нужно обратно, да? Нет, в смысле, нам не нужно вложений. Просто локально делаем, а потом просто берем объединение керкашки. Нет, ну еще раз бы когда-нибудь... Вложение здесь не играет никакой ролик. То есть нужно будет, надо будет вопрос локальный. Вот в окрепности точки X, а в окрепности точки B погружение нам гарантирует, что все хорошо. Понимаете? Да. Вот, то есть это многообразие. Какая у него размеренность? Какая у него гарантирует, что все хорошо. Ну? Какая у него гарантирует, что все хорошо. Объясняю. Если у вас есть самопринесечение, вас интересует вот точка с точки зрения этой веки. Но, в основном, ее красавице пространство, интересуетесь там, как это привлечь. Понимаете, с точки зрения M, вот эта точка на этой веке, и эта точка на этой веке, они разные. Понимаете? Понимаете? Ну, и эта гладкая вещь, и эта гладкая вещь. Понимаете? 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 Вот у вас погруженная многообразие отличается от кожного только точками самопринесечения, но в этом ничего плохого нет. Да, но их может быть даже не конечное число вообще. Непонятно. У нас многообразие компактное, поэтому не можете. А почему? Если я возьму целебную влагу в плоскость. И что? Ну, так пускай целый его. Возьму вложения в том, что там что-то не выражено. Нет, нет, нет. Это не погружение, потому что там на боковых этих самых штуках будет как-то сложно происходить. А, потому что мы говорим здесь края, а музыка. Ну, у нас какое-то. У нас в прирабайде компактное без края. Да. Ну, твой цилиндр. Как это все происходит? Если отцелять до твоей цилиндров на плоскость? Крыцелить его как? Ну, это не погружение, потому что ранг этого отображения будет один, а должен быть два. Хорошо. Ну, цилиндр. Компактный. Попробуем. Какая размерность в курии? Ну, сколько его стоит? Каждый квадрат. Ну, почему это? Вот у вас... Ну, мальчик, у вас это будет M, потому что у вас есть X. Да? А этих L, ну, понимаете, но вот эти L, которые живут здесь, они образуют у вас просто проектиризацию от касательной плоскости. Никогда мы здесь живут M. M-1. Почему плюс 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 плюс? Ну, потому что разверность прямого произведения – это сумма разверности. Логично. Понимаете, у вас есть координаты X1, Xn там и координаты X1, Xn тут. А их объединение, я не представляю координаты, это координаты на прямом произведении. Это же естественно, да? Да. Вот. А теперь смотришь, нет? Ну, мы же наложили еще в эти условия, поэтому, да, будет интересно. Что? Ну, мы говорили, что да, сумма коньяка, но мы еще условия наложили и проверили. Нет, 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 нет. Размерность этого – это будет M плюс M-1, а это гораздо меньше именно потому, что мы наложили условия. Хорошо. Ну, это лучше делать. Если у вас L лежит, если L параллельно этой касательной плоскости, то такие L, они обвисуются M-1 параметром. Согласим с этим, да. Поэтому? Вот. Теперь смотрите. Теперь я хочу рассмотреть и сделать на упражнение проекции, на которую я смотря, вот сюда. Вот, посмотрите, вот здесь у меня L лежит в его образе. Это значит, что есть такая точка, где происходит беда. А вот если L не лежит в его образе, то тогда вдоль этого L проецировать можно, и все будет нормально. Вот, смотрите, вот эти вот... То есть если L не принадлежит, значит, прибросу АКУ, тогда, значит, для любого X у вас сеть XN, значит, оно, значит, не сравнительно X. Тогда, значит, у вас проекция на L октагональная, значит, будет погруженной. А теперь смотрите, значит, что нам говорит САРТ. Значит, САРТ, он вам скажет следующее, значит, что у вас, если размерность этого, вот строго меньше, чем размерность этого, то тогда у вас, значит, каждая точка будет критической, поэтому образ Q будет иметь меру N. Поэтому будут такие L, которые не лежат в этом образе. Так ведь? Начали. Значит, если у вас, значит, размерность T меньше, чем размерность FN-A, то тогда, значит, все точки критические. Продолжение следует... Значит, тогда, значит, вы, значит, можете проекцировать. Мультипроекцировать. Мультипроекцировать, значит, вдоль стрельки непринадлежащие произойдет он самому образу, потому что он тощий. А это условие, значит, 2N плюс 1 должно быть меньше, чем N минус 1. Так? А! Минус 1, только минус 1, минус 2. Это значит, что 2N меньше, чем... Значит, вот, пока это так, это делать можно. И в катетах вы дополизируетесь до R2N. То есть вот, если вот R2N, то вот здесь у вас, значит, будет как-то там, значит, как-то там для погружения из таких специальных значений. Вот. То есть вот вы дополгружаетесь до вот этого места, подальше не сможете. Поэтому, значит, не факт, что сможете. Иногда сможете, но в общем случае нет. Вот. То есть гарантировать, это, через это не может. Вот, значит, теперь у нас времени осталось мало, потому что мы тратили именно привлекательные, значит, поэтому, значит, про вложение. А, значит, подумаем. Вот то отображение, с которого я начал, будет ли оно вложением? Да. Ну, потому что в каждой точке или с каком-то элементе карты, значит, на том элементе карты... Да. Да. Потому что у вас уже даже физит и отличает их. Ну, который их отличает. Да. Да, да, да. Поэтому, значит, это действительно было вложение. Поэтому весь вопрос, опять-таки, в том, чтобы у нас при подружении было хорошо. А здесь, собственно, будет такая. То есть вот у вас кривая листья, а вот здесь при проецировании они проецировались в одну точку. То есть вот у вас безобразие с вложением, да, значит. Как нужно поступать здесь? Здесь нужно поступать так. Нужно брать такие пары, нужно брать пары x и y, такие же x и равно y, значит. А они, значит, у вас живут внутри m на m. То есть, ну, это то, что называется m на m без диагонали. То есть вы ощутываете x на y. Значит, это множество, оно такое, наверное, элементам, что-то. Ну, это не страшно, с точки зрения теоремы Санта. Да. Значит, отображение в... Да. Его равенность, это очевидно, 2m. Отображение будет в m минус 1 очень простое. Значит, x и y идет у вас в прямую, проходящую через x и y. Так ведь? Ну, вот у вас, вот у вас эта вот прямая, которая, значит, у вас... От которой беда. Да, значит, опять-таки, значит, если у вас есть такая точка здесь, которая не покрывается образом этого отображения, значит, это такая прямая, что между двух точек, таких точек, в которых проходит прямая параллельная данная. Тогда, значит, можно проецировать, значит, ну, значит, у вас тогда будет, соответственно... А. Здесь есть только еще одна вещь. А. Если вы хотите, чтобы было вложение, нужно, чтобы это было еще и погружение. Да. Значит, но здесь надо заметить следующее. Значит, давайте мы сделаем этот таблиц, вот там L. Что вот у нас, если мы возьмем L от M на M без дэста, и замкнем, то вот там будет лежать вот этот вот образ P2Q. Ну почему? Потому что если у вас есть, если у вас здесь есть K, это потому что у вас две точки вот слиплись, а у них касательно здесь анатоличает этой точки. Объясняю. Объясняю. Посмотрите, все L на M. Да? Только если они разные, то вы будете брать прямую или порожденную, а если они одинаковые, то тогда, значит, там нужно поступать хитро. Нужно слиплись, а если они раздували, то нужно слипнуть, то нужно слипнуть, то нужно слипнуть. Вот, понимаете, вот если у вас, вообще, вот если у вас две этих точки скремятся друг к другу так, что в касательном пространстве они подходят вдоль кривой с касательной прямой L. Можно сказать, что-то в стиле, вот, мы уже, мы рассмотрели, что множество прямых, которые нам подходят, это дополнение к некоторым множеству L. А мы выкинули, например, L. Да. 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 Выкинули там множество, выкинули еще множество, да? Меронули, меронули. 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 Тоже меронули. А до тех пор это можно делать? До тех пор, пока 2N меньше, чем N минус 1. Отсюда у нас и получается N больше, чем 2N плюс 1. И для этого получается, как множество теоретические буквы, что вкладывать можно вот в такое вот. А вот дальше вы, кроме того, получится иногда и нет. Это улучшение в этом теме, например. Эти улучшения могут быть, если вы накладываете какие-нибудь особые условия. Например, вот вы не ориентированную обязанность данных за компакт номер 3, вы даже не можете, это сказать просто. А если ориентированная, то может. Если вы будете, возможно, какие-то специальные классы накладываете, то вы можете улучшить эту оценку. Но за многом ради его общения его предъявите какой-то пример. Я уже, я уже сказал, привычный. Да, если бы он был... Но для 1, это может для больших, это все будет хорошо. Ну, он для N равно 1 может получше, получше. Смотрите, я сформулировал тут люди, некоторые верные. А дальше, безусловно, есть класс-свои, где улучшение. Нет, у нас же же было, там, у нас анализа прошлого года, о компактах, когда мы их вкладывали, помнишь, что они, наверное, поставили. Да, ну, в смысле, там все равно, насколько это... Да, там такая же функция. Там такая же, да? Нет, это слабая-сильная теорема выгни, или такая, что сейчас бывает. Так, скажу, вопросы у нас есть? А это сейчас какая была теорема, слабая-сильная теорема выгни, или что может отличается? Ну, это вопрос терминологический. Я бы думал, что теорема выгни, слабая, это то, что можно просто вложить в какое-то, какое-то большое РН, а сильная, когда какая-то дисциплина на размер. Вот, значит, тогда начнем сегодня закрепить. Что мы делаем в следующий раз? Да, значит, не... Да, то есть я уже вот... Вот это вот. Значит, мы в следующий раз тогда обсуждаем процессуальность и стиль это положение, и заканчиваем лекции, значит, ну, а это, значит... Сейчас, там обсуждаем... ...экзамен, они продолжаются. Да, я имею в виду, мы обсуждаем то, что... Ну, на следующем занятии мы обсуждаем нечто, что есть в этом виске. А на следующем занятии последнее. Да. А когда завать-то будет висок? Тогда? Не знаю. Все же. Все же. Окей, хорошо. Я не думал, вы хотите, чтобы все все сдали вот к концу... Там вот... ...чем я...